Актуальный микрофон. Аналитическая программа. Как правильно выбрать профиль санатория? У нашей студии наместник генерального директора Белагроздравницы Виктор Панмароу. И Леонид Новиков готовы таксама примать ваши телефонные звонки. Запишите номер Кот Минска 017, наш телефон 284-87-53. Еще раз номер нашего телефона Кот Минска 017-284-87-53. Мы в правом эфире до 12-1-35-хвилин. Виктор Алексеевич, добрый день, здравствуйте. Добрый день. По поводу отдыха наших санаторий. Давайте попробуем взглянуть на эту тему глазами самих отдыхающих. Ведь множество существует сейчас форумов, комментариев, которые оставляют люди в интернете, отзывов о удачном отдыхе, не совсем удачном. Я думаю, что вы все это, конечно, отслеживаете. Но на некоторые отзывы я также обратил внимание. Вот, например, столкнулся с таким мнением, что люди, вот, лето только начинается, оказывается, ну, немножко они упустили момент, хотели бы отдохнуть летом, а оказалось, что путевки все равно есть. Говорят, пять лет назад такое представить себе было невозможно, чтобы путевки все не раскупили. А сейчас аншлаг, но не полный. С чем вы это можете объяснить? Санаториев стало больше, я не знаю. Колько мест? Или у людей доходы стали меньше? Или какие-то иные причины? Ну, вы знаете, даже 3-4 назад, в принципе, всегда можно было приобрести путевку, потому что всегда есть фосмажоры. Кто-то заболел, кто-то не поехал, какие-то другие семейные дела. И вот на сегодня, на сегодня, в принципе, путевки на лето, на лето, оно интенсивно бронируется, и наши граждане, как мы их называем, гости, они, в принципе, заказывают путевки и у нас покупают. Есть еще вот такая тенденция, не знаю, насколько она массовая, когда люди, которые раньше покупали путевку, допустим, на 21 день, на 18, сейчас едут всего на 12. Ну, знаете, я, в принципе, как вот понимаю данный вопрос, что почему так? Да, у кого-то не хватает денег, и они за счет этого сокращают сроки лечения, но я вот как доктор скажу, что к нам наши пациенты, которые едут, они едут именно за эффективным санаторно-курортным лечением. И каждый из них прекрасно понимает, что эффект получить, максимальный эффект санаторно-курортного лечения можно получить где-то 18-21 день. В связи с этим еще один вопрос. А стоит ли вообще ехать в санаторий на меньший срок? Для оздоровительной программы, оздоровительной, вот у нас даже есть оздоровительные программы, где на 3 дня непосредственно. Для оздоровительной программы, в принципе, да. Для лечебной программы, чтобы именно подлечить какое-то определенное заболевание по профилю того же санатория, конечно, необходимо, и опять же, для получения медицинского эффекта, необходимо где-то, ну хотя в среднем, в среднем, 14-18 дней, ну лучше 21. Встречал и такое мнение, что все равно стоит ехать в санаторий даже здоровым людям, потому что это такой профилактический эффект, потому что люди, которые отдохнули в санатории, они даже какими-то простудными заболеваниями реже болеют. Так ли это? Ну, во-первых, санатории, они находятся в экологически чистых местностях. Они находятся на природе. И каждому жителю города, ну даже тому, как Минск, мегаполису, раз в год надо обязательно выехать, вернуться... И как доктор прописали это. Да, к той природе, походить по траве, погулять, подышать лесом. Это даже, тем более, вы понимаете, при такой интенсивной нашей жизни, при стрессах постоянных все полностью, а у человека же все накапливается. Он же как губка все впитывает, 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 и потом всякие разлады получаются, то на работе, то в семье. То есть, срывы, все, все-таки эмоционально сильно загружены. А санаторий, он как раз позволяет именно теми технологиями, которыми мы обладаем, теми водами минеральными, которые... Такие самоприроды. То, что называют лечебными факторами. Да, лечебными факторами. 284-87-53, это наш номер телефона, еще смс, у кого есть срочный вопрос, и вы гарантированно хотите нам его задать в эфире. И это номер 1062, короткий для ваших смс-сообщений. Ну, есть уже звонок. Вот Светлана Игоревна Бабич из Минска, она волнуется, что когда едет с семьей, у них двое детей, она и муж, то как-то не удается всю семью заселить одновременно. То есть, говорят, вот мы даем вам, втроем вы будете в санатории, а одно место вы должны где-то уже в другом санатории искать и так далее. Можно ли вот заселить одновременно всю семью, Виктор Алексеевич? Семейный отдых как вас приветствует? Я скажу про наши 8 санаториев, ну, 4 детские, 4 взрослые, больше здесь про взрослых, что у нас есть такие возможности, где мы можем эту всю семью заселить. Тем более, что и цена, она отличается, потому что идут на подселение, это совершенно другая цена. Мы занимаемся детьми, и детьми занимаемся профессионально. Почему? Потому что у нас даже во взрослых санаториях есть врачи-педиатры. И те медицинские программы, которые мы предлагаем нашим пациентам, гостям, они как раз и предусматривают, что родители или взрослые лечатся по своей программе, а дети лечатся или оздоравливаются по своей, потому что и медработники наши знают эти все технологии, как детские, так и взрослые. Ну и особенность этой семьи, что ребенок инвалид по зрению, то есть вот и при этом они хотели бы вместе быть. У нас на сегодня еще есть возможность попасть в наши санатории. Наш телефон 2004053. Пускай к нам обращаются, и мы им поможем обязательно. Я думаю, Светлана Игоревна услышала. Виктор Пономарев, заместитель генерального директора Белой Гроздравницы сегодня в нашей студии. Вот у санаториев вообще есть, как у гостиниц, звезды какие-нибудь? Ну, у нас, вы знаете, у нас пока звезд нет. Но сертификация есть. Да, у нас есть государственная аттестация, которая проводится раз в пять лет в государственной комиссии. И вот в прошлом году мы проходили непосредственно эту аттестацию. И у нас есть категорийность. То есть уже первый раз в Беларуси появилась высшая категория. Первая категория есть. И дальше идет, в принципе, вторая. Кстати, не очень... Вот те звезды, скажем, да, которые раздают в отзывах своих людей, которые в санаториях отдыхали. Вот это тоже очень большой показатель. И надо сказать, что одним выставляют все пять звезд, а кому-то ноль. Вот давайте я приведу такой пример. Рассвет Любань, ваш санаторий. Наш санаторий. Только, ну, не пугайтесь. Да не пугайтесь. Все хорошо. Отзывы. Ну, я вот удивился, что людям все нравится. И природа. И ремонт, который сделан. Свежий, со вкусом. Нравится очень питание. Нравятся лечебные процедуры. Рассветовская вода. А когда вот столько плюсов, уже и досуг даже нравится. Когда, ну, хотя понятно, что это не развлекательный центр. Но самое главное, что подчеркивает этот персонал, насколько добрые, отзывчивые, дружественные там работают люди. Как говорят, от главврача до уборщицы. А другой пример. Санатории, по-моему, в Гомельской области. Вот, значит, отдыхали. Есть с чем сравнивать. Да, отдыхали люди в Любане, а до этого там. А вот там уже одни минусы. И еда не нравится. И процедуры не такие. И очень как-то их там встречают, как будто не рады этим гостям. А люди ведь все подмечают. Вот говорят, вода в бассейне холодная. А им отвечают, ну, да-ка не ходите в наш бассейн, если вам там холодно. Это так коллективно строен. Почему в одних санаториях так, а в других так? Вы знаете, вот я скажу об этом. Я сегодня вот утром вернулся с Москвы, с Конгресса по санаторинку и ротному лечению России. И одна из тем, очень актуальная тема, это была лояльность гостю. Именно лояльность. Что это такое? В принципе, понимаете, вот мы вкладываем деньги в рекламу. Мы привлекаем непосредственно все. Человек едет с установкой на позитив к нам в санатории. Наша задача основная, чтобы вот это вот его, именно позитив, что он хотел, он его получил. Когда он его получает непосредственно, он, первое, он хочет опять вернуться, это получить. Второе, он всем рассказывает, что здорово, как то сарафанное радио. А для того, чтобы этот позитив получить, надо, чтобы приехал, с улыбкой встретили, чтобы везде улыбались, везде говорили, они жаловали, что там плохо, чего-то все. Мы вот в этом году сделали, в начале года, я бы хотел сказать, очень хорошую работу. На самом деле мы ее сделали в Беларуси первые. Если мы сами разработали стандарты горничных, это очень серьезный вопрос, сами разработали стандарты официантов. Это те работники, которые ежедневно встречаются с нашими гостями. И мы, да, много труда в это вложили, знаете, уже их учили под отельный бизнес, потому что многие же наши граждане, тем более у нас из-за рубежа приезжают они, в принципе, все. И вот когда мы эту работу проводили, понимаете, мы сами видели, что сотрудники наши маленько по-другому уже стали относиться и лучше. Но самое у нас главное, вот я думаю, вот в этом, что это вот наша доброжелательность, это наша улыбка, нормальное отношение к человеку. А степриимно быть надо. Да, этот человек, самое-то главное, уже приносит деньги. А еще, вы знаете, еще есть такой момент, я обратил внимание, мнение людей часто зависит от той суммы, которую они заплатили за отдых. Вот есть люди, которые ездят по льготным, допустим, каким-то путевкам, там профсоюзы помогли, еще какие-то скидки, дотации. Да, да. А вот им, как правило, все нравится. А вот люди, которые заполнили стоимость, вот они уже подмечают и все детали. В интере той категории тоже бывает не нравится. Тоже бывают такие вопросы. Но вопрос, понимаете, ну на самом деле человек отдал свои деньги, кто-то накопил, кто-то, ну, все. И он приезжает, он покупает продукт, а продукт должен быть качественный продукт. Именно качественный. Это как проживание, как питание, как медицина, как тот же отдых, как те же экскурсии. И обслуживание. Да, и если где-то есть какие-то определенные срывы, то начинается, как говорится, чехарда. Я напомню еще наши телефоны, перед тем, как расскажу еще одну любопытную историю. 1062 – это короткий номер для ваших смс и обычный городской номер, код 017-284-8753. В нашей студии ждет ваших вопросов заместитель генерального директора Бел-Агроздравницы Виктор Пономарев. Еще раз городской номер 284-8753. Отзыв был о Радоне. От россиян. Вы понимаете, что много там иностранцев туда приезжают, и они удивляются, что там не только россияне, но и китайцы, и немцы, и люди практически со всего мира. Ну, россиян, конечно, много. И вот они рассказывали. Думали поехать в Пятигорск, но, имея неудачный опыт, от этой затеи отказались, потому что, ну, по их словам, место хоть такое известное, раскрученное, но все осталось, как вот в советское время. Только за эти годы приходило все больше и больше запустения. Кому нужен такой отдых? Они выбрали Радон, но, а поскольку деньги заплатили, причем сумму они вот указали где-то, на человека вышло по 1000 евро за отдых. Но они, кроме, понимаете... Это Ральфа Радон, наверное. Да, они кроме вот этого отдыха очень много заказывали всяких процедур. Они ни на что не жалели денег. Но в эту сумму и проезд они включили, и в рестораны походы. Так что, ну, вот столько у них получилось. Поэтому, конечно, такое чувство, что люди ввели дневник и каждый день что-то записывали. Конечно, если они деньги платили, то им не всегда нравилось, что на каждом шагу с них не сдували пылинки. Где-то были недочеты. И вот читаешь вот там, ну, вот это так, тут какая-то мелочь. Я уже думаю, вообще рекомендуют они или нет туда ехать. И вот последняя фраза. Так здорово отдохнули, были зимой, поедем еще и летом. То есть людям нравится. И готовы платить за это деньги? Да, вы знаете, людям нравится. Ну, у нас, во-первых, таких цен нету. Это может у наших соседей. У них, ну, подороже, конечно. Но вопрос такой, что именно опять же, что если мы с гостем работать не будем, то он к нам опять не вернется. И самое главное, что, понимаете, даже перегружать. Мы же, в принципе, мы же занимаемся медициной. Мы занимаемся медициной. Да, у нас есть очень широкий спектр платных медицинских услуг. И мы стараемся и продвигать их, и разрабатываем, и сами много чего разрабатываем. Но, опять же, для получения лечебного эффекта, который вот ожидает наш гость, который к нам хочет приехать, именно в той путевке за эти деньги он получает достаточно большое количество процедур, которые, в принципе, некоторые даже приезжают и платные не покупают. Им это все достаточно. Есть еще такой момент. Вот опять же, те же россияне пишут, что мы уже давно приезжаем в белорусские санатории, но если цена на путевки будет и дальше расти, придется задуматься, куда ехать. В Беларусь, либо в Карлову Вары, либо куда-то там еще в европейские другие санатории. Так что, как бы не потерять этих наших постоянных гостей. Мы постоянно смотрим цены, мы их изучаем, проводим исследования. Мы знаем цены не только белорусских санаториев и санаториев России, в том числе и того же Крыма. И я вам хочу сказать, что цены у нас совершенно приемлемы. Ну вот, для примера, например, самая дешевая путевка, это 39 рублей, койка день, где входит порядка 6-7, ну я на 18 дней говорю, видов процедур. То есть это все и массажи, и водолечения, и грязелечения, и физиотерапия, и ЛФК, и фиточи. То есть все достаточно. Тем более, что мы еще занимаемся специализацией. То есть у нас все санатории, они специализированы, именно узкоспециализированы. Например, тот же Радон, который бренд наш в республике. Это опорно-двигательный аппарат, потому что, вот вы уже говорили про Пятигорск. Ну вот, для примера, если в Радоне вода до 80 нанокюри, то в Пятигорске всего есть 9-10. Представляете, какая разница. Но вот люди знают об этом? Не все. Ну, знаете, мы достаточно, ну, во-первых, на сайте информации. Второе, я говорю, очень помогает, опять вернусь, вот я выступал на конгрессе в Москве с докладом, где, правда, сидели ученые, ну, много очень врачей было со всей России, где, в принципе, и мы доносили наши современные технологии, которых нет в России. Это очень здорово. Вот я понимаю, что, конечно, наши санатории рады, что приезжают и иностранцы, и много гостей. Но вот, например, сами отдыхающие не всегда этому рады. Потому что, ну, надо, чтобы еще такой... И соседи были, скажем так, нормальные, порядочные люди. А ну вот описывают, опять же, такую историю. Приехали откуда-то из Сибири россияне с тремя пересадками. Представляете, летели к нам в Беларусь в санаторий. Причем там история вот такая, что они, ну, видимо, люди не бедные. Потому что ехали целенаправленно в наш санаторий для акклиматизации после Таиланда. И вот насколько оказались приятные люди, и с ними было хорошо общаться. А вот другие приехали и хамили, и ругались, и там ходили выпившими. Опять же, ну, дети на все это смотрят. Не нравится, когда попадаешь в такую ситуацию. Ну, Дмитрий, ситуации бывают разные. Тем более, вы знаете, когда, например, в санатории 300 коек, так, 300 человек, или, как Радон, там, 440 коек. Но вопрос в том, что мы даже с прошлого года уже ввели, значит, в администрацию у нас и на рецепшене работают мужчины. Они у нас, ну, так, солидно одеты, которые смотрят за порядком. И за безопасностью в том числе. И мы всегда стараемся по-хорошему, по-хорошему разобраться в каждом случае, с каждым поговорить, где-то кого-то даже помирить. Ну, а бывают такие случаи, что когда и в милицию обращаемся, то тоже такое бывает. Я напомню, что у нас в студии зам генерального директора Бел агроздравницы Виктора Пономарева. Телефон 284-87-53. Еще есть 10 минут, чтобы нам дозвониться. Либо смс 1062. Леонид Новиков принимал звонки, пожалуйста. Да, три звонка есть. Я озвучу их, да. Кое-что критическое есть. Сосновоборские отдыхающие прошлого года жалуются, что заодно шло строительство, и там это создавало определенный неуют. И птиц, много птиц. Природа прекрасная. Ну, как же природа без птиц, конечно. Что-то вредят там птицы, оказывается, да. Это один звонок от Галины, и второй звонок, Надежда Антонна, второй раз в Радоне, да. И что не нравится? Не оборудованы пляжи. Может, это не ваше ведомство, речушка там, что называется, рядом. Хотели бы, чтобы пляжи были, как на Черном море, наверное. Вот это тоже замечание. Может быть, оно уместное, да. А из... Это уже к вам относится в санаторий Лёдца. Дыхал военный пенсионер. Говорит, рядом с Лёдцами есть лагерь, там есть турники, спортивные сооружения. А, говорит, в санаторий Лёдца ничего этого нет. Беда. Но это уже не ваше ведомство, Гомельская область. Вопрос, на самом деле, серьёзный, потому что мы деньги, которые зарабатываем, мы вкладываем в производство всё. То есть мы развиваемся, и мы стараемся всё, и номера, тем более, что в таком обороте номер находится постоянно, там где-то 13-14 дней всё. Плюс вот сейчас вот холл заканчиваем. То есть санаторий развивается. Конечно, есть какие-то определённые неудобства. И мы стараемся вот даже и наших гостей информировать, что есть нюанс, ну уж, как говорится, потерпите маленечко. Но, как правило, вы знаете, вот, ну, мы же постоянно имеем обратную связь ежедневную с санаториями, чтобы были там масты как-то, но это единичные случаи. Как Вы считаете, языковой барьер существует? Приезжают гости из других стран. Вот литовцы уже научились, выучили языки. Вдруг, в Кенинкае свободно будут весь персонал общаться в зависимости от того, откуда ты приехал. Мы этим вопросом занимаемся, и вопросом занимаемся в том, чтобы рецепшени у нас знали, чтобы кто-то был, знали английский, ну, как основной, в принципе, язык. Потому что... Но есть еще и врачи, да, которые, ну, к сожалению, там, опытного врача... Нет, молодые врачи стараются сейчас учить языки, а у нас и хорошо, что и молодые врачи есть. И эта тема серьезная. Я вот буквально две недели был, мы были в облсполкоме Минской области, там приезжали с Шарлман Шейха, с Египта. Ну, они сотрудничают между собой, вот я тоже там рассказывал про наши белорусские санатории, и они вот первый вопрос задавали, говорят, у вас знают английский? Готовы даже вот с Египта к нам ехать сюда, в Белоруссию отдыхать? Говорят, это вопрос. Мы так и сказали, что вопрос такой, что мы им занимаемся, конечно, это будет, и я думаю, в ближайшее даже время, потому что, ну, это жизнь заставляет, жизнь заставляет, вот если, например, к нам из Германии едут немцы, ну, они кто-то русский, много из Казахстана, которые переехали, ну, они русские, это еще. А приедут с детьми, которые не знают этих языков? Ну, вот для Паречи, например, у нас вот поляки, у нас, ну, Паречи там жители, они знают, вот наши сотрудники, все буквально польский знают хорошо. Виктор Алексеевич, несколько СМС еще вопросов. Камни в почках. Валерий спрашивает, где можно полечиться в Белоруссии? Камни? Значит, у нас санатория «Рассвет» Любинь серьезно очень занимается мочекаменной болезнью. Непосредственно занимаемся мы с кафедрой урологии и нефрологии нашей Академии постдипломного образования. У нас вот уже пять лет у нас идет очень интересная программа. Мы берем пациентов после дробления камней. Получили очень хороший, высокий эффект. То есть восстановление уже сокращается где-то, ну, в полтора раза. И готовы принять, потому что я вам скажу, что мы не зря говорим, что «Рассвет» – это белорусский трусковец. Очень многие пациенты, это уже не только наши белорусы, и Брянск, и Воронеж, и Санкт-Петербург, и Мосфаль, и в том числе врачи сами, они к нам начали приезжать именно на восстановительное лечение именно при данном заболевании, как мочекаменной болезни. Хотят купить родственникам, подарить путевку. Ну, как бы профиль знают, но вот говорит о санаторной карте. Можно ли ее, допустим, не оформлять где-то в поликлинике, а вот подарить эту путевку, чтобы люди приехали и там на месте все оформили? Вы знаете, в принципе, по нашим положениям и по постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь, номер 23, конечно, мы обязаны у наших пациентов это ее требовать непосредственно. Бывают разные фосмажоры, бывают все-таки, но мы всегда рекомендуем в единичных случаях, когда нам звонят, привозить выписки из медицинских документов, желательно свежие, годичные, потому что, понимаете, мы занимаемся медициной, мы лечим. Есть куча противопоказаний. И исходные данные надо иметь. Да, и просто брать, и потом думать, когда уже доктор начинает беседовать, кажется, и то, и то надо, и физиотерапия, и грязи надо, и радон надо, и надо, а здесь куча противопоказаний. И мы откровенно говорим, извините, мы вам дадим только питание, мы вам дадим лес походить, климатотерапию, и все, потому что, ну, мы врачи, мы не имеем права по-другому поступить. Вообще, почему едут, какое самое главное конкретное преимущество у наших санаториев? Вот многие отмечают именно высокий уровень медицинского обслуживания. И ради того, чтобы получить полноценный эффект, едут именно к нам. Вот даже... Вы согласны с таким выбором? Я согласен, и я добавлю, наше преимущество, и дай Бог, чтобы оно было, и чтобы и все другие санатории, не только наши, это понимали, мы сохранили классическое, советское, санаторно-курортное лечение. И вот даже, я говорю, вот позавчера, это и россияне все отметили на этом же конгрессе, вот, говорит, надо брать пример из белорусов, потому что, говорит, не то, что у них была куча санаториев, их не стало, они превращали дома отдыха, там, где-то казино, а что именно вот это все, но классическое санаторно-курортное лечение с новыми технологиями, с новым оборудованием непосредственно, понимаете, оно еще более развивается интенсивно, потому что даже вот сокращенный срок лечения на сегодня позволяет получить эффект при некоторых заболеваниях, чем раньше. Ну и то, что вот эти годы, которые в последние 10 лет было столько вложено непосредственно именно вот по гостеприимству к нашим, по качественному санаторно-курортному лечению, оно вот и дает свои плоды, именно свои плоды дает. Вот еще мнение, зачитаю смс, который к нам пришел, чтобы получить направление на санаторное лечение, надо пройти все круги Ады. А за полную стоимость, если покупаешь путевку, то никаких проблем нету. Вот что с этим делается и как эту ситуацию изменить, спрашивает слушатель. Я единственное здесь посоветую то, что когда наш пациент выбирает непосредственно санаторий, определяется, куда поехать, телефоны везде есть у нас, и мобильные, и городские, надо созвониться просто непосредственно с данным санаторием, как правило, это ответят ночмеды, а у нас на сайте вообще интересно, у нас ночмеды в 11 часов это у нас и висит, они консультируют, то есть любой может даже предварительно позвонить, оговорить все вопросы. И все, и мы определимся, где-то выписка будет непосредственно. Еще один звонок, Виктор Алексеевич. Ирина побывала в санаторий Радон, тут, видимо, путаница с Альфа-Радоном идет, да, смотрите, говорит, дорогие путевки, вот вы сейчас поясните, насколько это недорого, да, ну и говорит, что только ЛФК бесплатно, остальное платное, поясните в последние минуты. В Радоне путевка 55 рублей койко-день. Это Радон. Ну, мы соседи с тем санаторием, это наша цена. И пакет непосредственно санаторно-курортных услуг, который в Радоне, он очень широк. Опять же, это Радоновый ванны, раз, это укутывание грязи, два, это массаж. Это же платить не надо, правильно? Это все стоимость путевки входит, конечно. Виктор Алексеевич, можно еще последний вопрос спрашивать? А куда поехать людям бедным? Где можно оздоровиться? Я еще раз скажу, что вот у нас самое дешевое, это 39 рублей, это хорошая цена, и разного уровня достать, когда люди к нам едут. И хороший санаторий, с хорошим питанием. Совсем, то есть, в принципе, в этом проблем я никаких не вижу, потому что дешевле будет это дом отдыха. Ну, что такое дом отдыха? Потому что, конечно. Либо дешевле, надо искать какую-то скидку, либо льготу. Там дешевле. Спасибо. Актуальный микрофон завершен. У нашей студии сегодня был наместник генерального директора Белагроздравницы Виктор Пономаров. У студии працавали Леонид Новиков, я, Дмитрий Горубашный. До новых встреч. Актуальный микрофон.